Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Явгуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Жители затопленного поселка имени Габидена Мустафина до сих пор не получили денежную компенсацию. Некоторые семьи в ожидании строительства новых домов вынуждены жить у родственников. Незаконные погорельцы. В Топаре после пожара многодетная мать осталась на улице с пятью детьми. Власти не могут признать ее пострадавшей, поскольку дом не был в собственности. Жители Майкудука устали бороться с бомжами. Ежедневно жильцы дома номер один 16 микрорайона вынуждены терпеть неудобства, бесконечную ругань, специфический запах и бесконечные развлечения пьяных людей. Десять семей в поселке имени Габидена Мустафина Бухаржираусского района до сих пор не получили компенсацию за разрушенные паводками дома. Пострадавшим обещали построить новое жилье, но некоторые пожелали получить денежную компенсацию. В итоге из-за отсутствия финансирования люди до сих пор живут у родственников. Напомним, наводнение в поселке имени Габидена Мустафина произошло весной 2015 года. Уровень воды достигал крыш зданий. Всего в Бухаржираусском районе были признаны аварийными более 200 домов. Власти приняли решение снести их и построить на их месте равноценное новое жилье. Новостройки сельчанам обещали сдать к началу сентября 2015 года, затем в октябре, а потом в ноябре. Но некоторые семьи ни новых домов, ни денежной компенсации так и не дождались. В это время нам все время обещали, что не хватало средств. Потом уже средства нашлись, и зимой никакой стройки нет. А теперь летом, подойдет летом, и нам дом достроят, сказали. 73-летняя пенсионерка Екатерина Макарова до сих пор верит, что ей дом все-таки построят. Сейчас она вынуждена жить у дочери. А в Акимате Бухаржираусского района разводят руками. Причиной такой задержки чиновники называют нехватку денег. Здесь семьи по району остались, которые до сих пор еще средства, которые не выданы. Это семьи, те, которые в данный момент имеют второе жилье. Но фонд, в первую очередь, при предоставлении помощи, он брал те категории людей, которые являются социально уязвимыми. То есть пенсионеры, то есть инвалиды, малобеспеченные дети и неполные дети. Их в первую очередь фонд производил им выплаты. В данный момент остались те люди, у которых есть жилье. В целом в поселке отстроены заново около 180 домов. На участках работали 40 строительных бригад. Когда оставшиеся семьи получат заветные ключи от новостроек или денежную компенсацию? И как в многострадальном поселке готовятся к поводкоопасному периоду? Вы узнаете в ближайшем выпуске программы «Аналитика». Айям Амрина Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В ауле рядом с Топаром в минувшую субботу, 4 января, произошло несчастье. Сгорел приспособленный для жилья сарай. Он был единственным приютом для Эльзы Соколы, ее мужа Даурена и их пятерых детей. Пожар произошел днем, главы семейства дома не было, он уехал на заработки. Эльза едва успела вынести из огня детей. Спасти вещи, деньги и ценности не удалось. Сейчас женщина с детьми ютится в небольшом доме своей матери-инвалида. В том, что дом не удалось спасти, виноваты пожарные, уверяет хозяйка. В 16.30 приехала наша пожарная из Топара. Первая, начали шланги расправлять, начали подавать воду, порвался шланг. Покуда его крутили, заделывали, конечно, крыша там уже все, она уже начала полыхать. Приехала вторая пожарная, нам не хватило воды. Мы третью пожарную вызываем уже с Абая. С Абая приехали, документы вытащили Абайский пожарный. Парнишка молодой вытащил. Все, уже дом тушить начали снутри. Зачем снутри, если горела крыша, я вот это не могла понять. Ее бы можно было потушить. Они удачно все спалили. Огонь был полностью ликвидирован только в 21.00. После трагедии Акимат поселка Топара пообещал жилье. Но смогли предложить семье Соколы только разбитую двухкомнатную квартиру, где нет крыши, воды, отопления. Сейчас Эльза находится в недоумении, как жить дальше. Я просто, я смотрела на них и говорила, вы сами можете туда пойти жить? Я посмотрю, куда вы будете, извините меня за выражение, в туалет ходить, где вы будете лицо мыть. Они тогда сказали мне, мы подумаем. Вот. Насколько это, подумаем, затянется, я даже не могу предположить. Уже пятые сутки Эльза Соколы с детьми вынуждена жить у матери-инвалида. Помогают семье неравнодушные люди. Приносят вещи, продукты. Но от Акимата до сих пор нет никакой помощи, говорит женщина. Я этот дом 22 февраля должна была все переоформить на себя. Он 4 февраля сгорает. Теперь еще нету 22 февраля, чтобы мне его выкупать. А наш Аким сказал, он же не ваш этот дом. Как мы можем вам помочь? Ну это же уже без пяти минут он уже мой получается. А теперь что мне? У меня дом сгорел. Теперь куда мне идти с пятерми детьми? Не знаю. Большую помощь оказывает Ассоциация предпринимателей города Абай. Сейчас двое детей уже собраны в школу и с понедельника приступят к занятиям. Учебное учреждение, где учатся дети, обещали обеспечить школьников учебниками и необходимыми канцелярскими товарами. Мы разослали информацию сразу по нашим предпринимателям нашего района, которые у нас состоят в членстве нашей ассоциации. Откликнули и сразу принесли нам помощь. Пока она еще будет поступать, я думаю, что это еще не все. Оказывают материальную помощь, также несут вещи для детей, для самой мамочки. Мы связываемся также с нашими учреждениями Абайского района, с откликом на помощь. Также мы связались с нашим филиалом палаты предпринимателей Абайского района. Они тоже оказывают нам помощь. Сейчас на данный момент собирается помощь для детей. Это вот первое необходимое. Это одежда, обувь для детей, все школьные вещи, чтобы дети смогли дальше продолжать учиться. Местные власти уверяют, что на просьбу о помощи откликнулись сразу, в тот же день, как произошел пожар. Но сгоревший дом не был собственностью семьи Соколы. В связи с этим официально признать погорельцами их нельзя. Но выход из ситуации всегда есть. Сейчас мы ищем варианты, какие-либо варианты в рамках действующего законодательства, чтобы семья не осталась без крыши над головой. Однако исследуем, смотрим все, что возможно. Сколько месяцев, дней продлятся? На данный вопрос сейчас я вам не могу точно ответить, но в ближайшее время мы постараемся это все решить. По крайней мере, в ближайшее время мы решим вопрос, чтобы к весне люди, возможно, могли уже начать строительство своего жилого дома. Будем халатайствовать перед Акиматом Абайского района о предоставлении земельного участка в черте поселка Топар. Когда семья Соколы сможет переехать в свой дом, остается неизвестным. Но сейчас они нуждаются в любой помощи. Если есть желающий помочь, можете зачислить деньги на счет Эльзы Соколы, многодетной мамы. Асель Сазамбаева, Жаксулык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Шесть лет молодой медработник Кундос Хангтарбекова не может получить жилье из государственного фонда. В 2011 году выпускница медицинского колледжа поехала в Каркаролинский район по государственной программе с дипломом в село в надежде получить подъемные и заветные квадратные метры. Однако надежды не оправдались. Девушке пришлось жить в съемных квартирах и встать в очередь на государственное жилье. Сейчас уже замужняя Кундес и ее 8-месячный ребенок ютятся в общежитии, который вот-вот закроют на ремонт. О проблеме Кундес рассказывает ее мама Гульден Кунсбаева. По словам женщины, ее дочь обманули, а программа с дипломом в село в Каркаролинском районе не работает должным образом. Мать уверяет, Кунды стоит в очереди на жилье из государственного фонда уже 6 лет. А в апреле молодая семья с грудным ребенком и вовсе может остаться на улице. Ведь общежития, в котором они живут сейчас, закроют на ремонт. Мы обращались и в Нуратан, и в прокуратуру, и в Акимат. Помощи нет. Может нам к президенту Нурсултану Назарбаеву писать? Я не знаю, куда они с грудным ребенком в апреле пойдут. В отделе ЖКХ Каркаролинска сообщили, что в очереди на получение госжилья в городе состоят около 700 семей. 97 из них – сироты и оставшиеся без попечения родителей. На сегодняшний день в Каркаролинске 688 очередников. 97 из них – дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. 355 семей в списке уязвимых слоев населения. Остальные – госслужащие и работники бюджетных организаций. А гражданка Кунды Скандербекова встала в очередь в 2013 году. Продолжаем выпуск. Первый заместитель Акима Карагандинской области Салбек Дюсюбаев провел совещание по заслушиванию отчетов первых руководителей областной дирекции телекоммуникации Казахстелеком и областного филиала Казпочта. Собравшиеся обсудили развитие услуг почты, а также связи и коммуникации. По вопросу развития услуг связи и коммуникации выступил генеральный директор Карагандинской областной дирекции телекоммуникации АО «Казахтелеком» Баранбай Аманов. В своем докладе он отметил стабильный рост показателей отрасли связи, таких как охват сельских населенных пунктов широкополосным доступом к интернету, обеспечение объектов в образовании и здравоохранении, высокоскоростным интернетом. Помимо достижений у компании есть и планы на будущее. На следующий год планируется очень много проектов, они проектов индивидуальные для компаний «Казахтелеком» улучшения качества обслуживания, новых мощностей, они так же интересны, но тем не менее будет развитие, и по всеми местным развития будем двигаться дальше. То, что касается жителей нашей области, очень интересные проекты, это фискализация, основество налоговой инспекции Республики Казахстан, проводим сейчас фискализацию всех контрольно-кассовых аппаратов, это очень интересный проект, он будет продолжаться. Если в прошлом году мы свыше 9 тысяч уже включили, то в этом году планируем еще, что по нынешней 6 тысяч, это предприятия, организации, которые указывают аппараты подключения. Второй проект, который очень интересный, это безобычное видеонаблюдение детей. Затем выступил директор Карагандинского областного филиала АО «Казпочта» Жанбата Букенов о проводимой работе в отрасли почтовой связи. Количество автоматизированных отделений почтовой связи в 2016 году составило 68%. Кроме этого, в прошлом году открыты 7 новых пунктов почтовой связи и 8 передвижных отделений. Сейчас планы на 2017 год у нас тоже очень большие. Согласно программе президента «Модернизация» говорим, у нас тоже такая программа есть. Модернизация точек продаж, мы над этим работаем. Сейчас в марте месяце, в начале будем открывать супермаркет посылок по Бухаржову 39, Клавпочтамте. Это будет очень удобно для населения, для клиентов. Так как мы одним из вопросов, мы занимаемся в социальной сфере, это в сельской местности выплата пенсии, выплата пособий, отдаленных, где банки второго уровня участия не принимают. Мы большую сеть охватываем. У нас по Карагандинской области 298 точек своих. В этом году планируем еще дополнительно открывать при ЦОНах, при ГАИ, чтобы было удобно для населения. Ассалбек Девсебаев отметил важность развития сферы коммуникации, строительства волоконно-оптической линии связи, предоставления качественных услуг связи. По итогам совещания первый заместитель дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию сферы телекоммуникации и почтовой связи. Ассель Сазамбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде жители Майкудука не могут выпустить детей во двор из-за сборища бездомных. Нецензурную брань и крики регулярно можно услышать во дворе дома номер 1 в 16 микрорайоне. Жители соседних дворов устали бороться со социальными элементами. Со слов жителей дело в том, что неподалеку действует кафе, в котором круглосуточно продается алкоголь. Это и привлекает всех бомжей. Каждое утро начинается с того, что возле кафе собирается толпа бомжей. Детей страшно выпускать во двор из-за этих пьяных сборищ. Люди, которые живут на первых этажах, не могут открыть окна, потому что внизу устроили общественный туалет. А социальные элементы, расположившись под окнами, пьют алкоголь и занимаются всякими непотребствами. А люди вынуждены наблюдать за их бесконечными развлечениями. Винят жители кафе быстрого обслуживания. Документы у меня, рецензия, все в порядке. И продавец, и хозяйка вы сами продаете? Я, да, да. Кроме вас никто не может продать их? Нет, я сама работаю. А почему жильцы так думают, что у вас продаются? Ну вот смотрите, я работаю в течение 10 лет. Никогда такого не было. У меня не было ни штрафов, ни каких-то там предупреждений, наказаний и тому подобное. Жильцы, вот когда я открывала магазин, я собирала подписи жильцов дома. То есть вот с одной стороны, с другой стороны сверху. То есть они не против. Вот потому что это сдается все в земельный комитет, в Акимат. По словам Ларисы Григорьевой, всегда все было в порядке и закон никогда не нарушали. Кафе работает с 10 утра и до 8 вечера на протяжении 10 лет. Сотрудники местной полицейской службы говорят, что ежедневно на пульт дежурной части поступают жалобы от жильцов. К сожалению, во время рейда нарушителей порядка застать не удалось. Я думаю, что необходимо взять 16-й микрорайон на особый контроль. Тогда нам удастся быстро навести порядок. Мы будем ежедневно проводить рейды, чтобы все же задержать правонарушителей. Также в ходе рейда стражи порядка посетили неблагополучные семьи. Любовь Трофимова воспитывает дочь одна. Семья состоит на учете уже полгода. Отдел опеки грозится лишить женщину родительских прав, так как она ведет асоциальный образ жизни. Но Любовь обещает устроиться на работу и в ближайшее время погасить долги за квартиру. Я всегда хочу для ребенка жить. Просто получилась такая ситуация, немножко трудная в моей жизни. Сейчас исправилась все, исправляюсь все. Все оценки хорошие, все. У нас в первом классе было хорошо, все равно я как-никак стараюсь, чтобы она в школу у меня ходила. Мой ребенок, я за нее все хочу, чтобы она хорошо воспитана была всегда в школу. Я сама хорошо училась всегда на 4-5 и так же хочу, чтобы моя дочка училась. Стоит отметить, что этот случай не единичный. В каждом районе города есть свои правонарушители. Но сотрудники местной полицейской службы уверены, что неудобств от бомжей будет значительно меньше, если проблему взять на особый контроль. Асель Сазамбаева, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Улучшить качество человеческого капитала и борьба с коррупцией – одни из основных приоритетов Казахстана. Решение насущных проблем страны и задачи граждан обсудили представители партийного контроля при Карагандинском областном филиале партии НОРОТАН с сотрудниками медицинского колледжа. Главной темой обсуждения послания стали четвертый и пятый приоритеты послания президента. Четвертый приоритет – улучшение качества человеческого капитала. В послании президент отмечает, что прежде всего должна измениться роль системы образования. Задача граждан – сделать образование центральным звеном новой модели экономического роста. Учебные программы необходимо нацелить на развитие способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации. Как сказал президент Нурсултан Назарбаев, нужно уделить большое внимание формированию IT-знаний, финансовой грамотности и воспитанию патриотизма молодежи. Мы будем обучать наших студентов новым технологиям и будем готовить квалифицированных специалистов. Пятый приоритет – институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией. Необходимо проводить реформы, направленные на защиту частной собственности, верховенство права и обеспечение равенства всех перед законом. Как раз в послании в этом году отмечается одним из направлений – это борьба с коррупцией. В этом направлении комиссии партийного контроля Карагандинского областного филиала партии Нурсултан проводится очень большая работа. Например, за два года выявлено комиссией партийного контроля 23 фактов нарушения коррупционных нарушений, в том числе. Из них 15 правонарушений коррупционного характера и 8 по партийной линии. Разъяснение о послании президента народу Казахстана активно обсуждает в СМИ, социальных сетях и на различных встречах. Каждый гражданин нашей страны может нести весомый вклад в развитие государства. Депутаты мажориста парламента продолжают поездки по регионам. Мажористмены Нурлан Абдиров и Канат Моусин 7 февраля встретились с коллективом Департамента внутренних дел. Главная тема диалога – конституционная реформа, инициированная президентом страны. Конституционная реформа, инициированная президентом страны, направлена на повышение эффективности системы управления, которая станет фундаментом для еще более сплоченного казахстанского народа. Об этом на встрече с коллективом Департамента внутренних дел говорили депутаты мажориста парламента Нурлан Абдиров и Канат Мусин. Отмечено, что существующая политическая система была необходима для становления нового независимого государства. Сегодня настало время модернизации. Необходимо расширить полномочия правительства с тем, чтобы правительство в полной мере отвечало своему наименованию, отвечало своей главной функции управления, реализации государственной политики в социально-экономической сфере. И именно поэтому президент сознательно часть своих полномочий, которые у себя 25 лет у нас сегодня нес, он передает правительству с тем, чтобы развязывать ему руки для того, чтобы правительство в полной мере могло и обеспечивать, и отвечать за реализацию государственной политики. По словам депутатов, для президента в новых условиях приоритетными станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны. При этом роль правительства и парламента значительно усилится. Являясь членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, депутат Мусин озвучил несколько законопроектов, которые касаются деятельности правоохранительных органов. В первую очередь законопроектом в Уголовный кодекс вносится изменения, касающиеся усиления ответственности за неповиновение требованием работников, сотрудников органов дел, органов внутренних дел, специально государственных органов военнослужащих, в целом представителей власти. Ставится вопрос о введении уголовной ответственности за посягательственную жизнь сотрудникам внутренних дел в связи с исполнением своих служебных обязанностей. Усиливается ответственность административная за неповиновение представителям власти. Народные избранники также отметили, что за несколько дней февраля они посетили большое количество предприятий и организаций. И в каждом коллективе парламентарии встречали широкую поддержку проводимым реформам. Свою поддержку высказал и личный состав Департамента внутренних дел Карагандинской области. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Один из пяти приоритетов послания президента страны – улучшение качества человеческого капитала. Об этом и о модернизации системы здравоохранения, пропаганде здорового образа жизни, а также регулярных занятиях спортом, рассказали депутаты городского маслехата сотрудникам Центра подготовки Олимпийского резерва. Встреча по обсуждению послания главы государства прошла с участием депутатов городского маслехата Сайран Сыздыковой и Вячеславом Мазитовым. Также в мероприятии приняли участие более 70 тренеров, спортсменов и сотрудников Центра. Мастер велосипедного спорта Роман Кайзер отмечает, что президент страны неустанно уделяет внимание развитию молодежи и возлагает на нее огромные надежды. В свою очередь велосипедисты обещают сделать все, чтобы прославить нашу страну. Успешное продвижение нашей страны в число 30 самых передовых государств мира напрямую. зависит не только от достижения экономики, но и от побед наших спортсменов на мировых подмостках, подчеркнули народные избранники. Поэтому на тренеров возлагается огромная ответственность. Аюмамри на Жакслак Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И еще в одном. Вслед за Бураном придут сильные морозы. Такой прогноз на ближайшие дни дают казахстанские синоптики. Комитет по чрезвычайным ситуациям сообщает, что 9 февраля в Центральном Казахстане ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. А в выходные температура воздуха опустится до минус 29 градусов. Днем 9 ночи 10 февраля в Жамбулской области ожидается юго-западный западный ветер. Местами 15-20, порывами 23-28. На юго-западе области временами более 30 метров в секунду. В горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки. Местами туман, гололед и метель. То есть завтра днем у нас уже будет температура воздуха понизиться. Ночью и днем примерно будет температура одинаковая. 17-22 градуса мороза в центральных районах до 27-28 градусов мороза. Затем 11 февраля мы ожидаем, что этот циклон уже уйдет. В его толовую часть, с европейской части России, сместится холодный антициклон. И мы ожидаем ослабления ветра. То есть ветер успокоится. Но усилится мороз. Ожидаем понижение температуры воздуха ночью до 28-33. В центральных районах и восточных до 35 градусов мороза. Всего морозная погода будет стоять на протяжении трех дней. После чего температура воздуха будет выше. А сердце Замбаева, Жак Сулык-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Волгстар. Редактор субтитров А.Семкин